Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и закончилось лето. Лауреаты конкурса «Формула успеха» не только отдохнули в летней творческой школе, но и получили много впечатлений и знаний на мастер-классах и встречах с известными музыкантами, художниками, дизайнерами и хореографами. Надеюсь, что и вы все отлично отдохнули и готовы к новому учебному году. А пока ненадолго вернемся в лето. По традиции, во время летней творческой школы ребята много путешествуют по родному краю. Одной из самых запоминающихся экскурсий стало посещение этнографического музея «Хокловка». Погуляв по комплексу и познакомившись с памятниками деревянного зодчества 18 века, ребята решили немного поиграть. Второе место в хит-параде летних развлечений занял телевизионный мастер-класс. Ребята попробовали себя в роли продюсеров и корреспондентов. Как у них это получилось, судите сами. Здравствуйте, меня зовут Полина Максимовских и мы сейчас находимся в санатории Демитково, где уже восьмой день отдыхают лауреаты телевизионного конкурса «Формула успеха». Отдых здесь очень хороший, здесь много разных занятий, здесь так тихо, красиво, тут хорошо кормят. Прошедшее лето выдалось очень насыщенным и упомянуть все события довольно сложно. Но невозможно пройти мимо уникального концерта, который состоялся в рамках фестиваля «Белые ночи в Перми». Наши ребята впервые выступили на открытой площадке. «Белые ночи в Перми» В этот день на центральной площади города раздавался гимн нашего проекта. И мы надеемся, что еще не раз услышим его в подобных обстоятельствах. В начале сентября на Пермской ярмарке прошла специализированная выставка «Умный ребенок». В рамках проекта родители смогли узнать больше о дополнительных возможностях детского образования. Занятия творчеством – это не только уроки в музыкальной или художественной школе. Это еще и разнообразные конкурсы, концерты, выступления. Так что нет ничего удивительного, что в блоке «Культура и творчество» был представлен и наш фестиваль. «Войну молода, войну молода, войну молода, войну молода, как зеленые. Свети, 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 все ладоники». Лучший способ презентовать телевизионный конкурс – пригласить зрителей на съемку живого выступления. Прежде всего посетителей выставки интересовало то, как стать участником нашего конкурса. Сделать это довольно просто. Нужно зайти на официальный сайт проекта и заполнить заявку на участие. Хотя у победителей прошлых лет есть свои секреты. Мне кажется, для участия в таком конкурсе нужно обязательно, это первое желание, участвовать в таком замечательном конкурсе. Также заниматься, ну не покладая рук. Какие-то произведения, которые тебе нравятся играть. Может даже учитель подключить, как бы, чтобы с той стороны, что он тебя подготовил еще лучше, чем вот ты готовишься на обычный конкурс, допустим. Для учителей музыки начало октября представляет собой череду праздничных дней. Во-первых, в первый день месяца отмечается Международный день музыки. Кстати, немногие знают, что инициатором создания этого праздника стал известный композитор Дмитрий Шестакович. А во-вторых, 5 октября – День учителя. Его мы решили провести в хоровой капелле «Мальчиков» и проследить за тем, какие поздравления своим педагогам приготовили ребята. Первым делом мы побывали на репетиции хора художественного руководителя пермской хоровой капеллы «Мальчиков» Цыганова Валерия Павловича. В сентябре он отметил юбилей – 70 лет. Всю свою жизнь он посвятил служению музыке и воспитанию музыкантов. Валерий Павлович – автор многих обработок русских народных песен и классических композиций для хоров. Поздравляем Валерия Павловича с юбилеем и профессиональным праздником. Дубовы сильны, Родине верны, Постоится мир и все российский народ, Самый могучий флаг. Самая главная цель, я считаю, чтобы они просто были хорошими людьми, разносторонними людьми, чтобы они знали хорошую музыку. А уж пойдут они профессионалы, не пойдут это решать, конечно, им. Не все даже могут быть профессионалами. Все-таки разный уровень здесь поступает. Поэтому, конечно, нам приятно, если они продолжают заниматься музыкой, поступают на вокальные, на хоровые отделения. Главное, чтобы они вот побыли здесь, пообщались с хоровым пением. Оно объединяет людей, оно вообще делает мальчишек как-то более сплоченнее, что ли, более дружественнее. Спорт там, видите, там соревнования. Они и спортом занимаются некоторые. А здесь все-таки коллектив. Здесь один за всех, все за одного. Если у одного не получилось, это значит у всех. После репетиции мы решили узнать у ребят, за что они любят своих педагогов. Меня учила Наталья Павловна Рущук на игры на саксофоне. Я очень ее люблю. Хочу ей пожелать здоровья, счастья, чтобы она всегда оставалась молодой и учила меня так же хорошо, как всегда. А кое-кто не смог сдержать своих чувств и признался в любви не только родной школе, но и учителям всей России. Я люблю хоровую капеллу из-за того, что это моя школа. Я здесь учусь, и тут все мои любимые учителя и мой хор. Я поздравляю всех учителей всего города и всей России с их профессиональным праздником, и чтобы они нас учили дальше, и никогда мы их не расстраивали. И пусть все ученики России знают, что учителя их добрые друзья и подруги. Вот сейчас мы будем проводить собрание праздничное, посвященное Дню музыки, Дню учителя одновременно, и будем благодарить преподавателей за то, что их ребята прекрасно выступают на конкурсах, хорошо показывают свои результаты. И вот это для педагога самая большая награда в жизни. В этот день педагоги принимали не только поздравления и цветы, но и музыкальные подарки. Вот зашла у нас молодая, тише чу, гитарный слой. Молодец, манка молодая, повернулась на ногу. Молодец, манка молодая, повернулась на ногу. Дорогие учителя, поздравляю вас с Днем учителя. Желаю вам всегда оставаться такими же добрыми, такими же понимающими, и чтобы вас всегда радовали ваши ученики. Творческий коллектив телевизионного конкурса детского творчества «Формула успеха» присоединяется ко всем поздравлениям, прозвучавшим сегодня. Мы желаем всем педагогам Пермского края профессиональных успехов и хорошего настроения. Ведь именно благодаря вам на нашем проекте всегда так много талантливых и творческих ребят. Телевизионный конкурс «Формула успеха» открывает шестой сезон и приглашает всех желающих попробовать свои силы и открыть для себя новый мир телевидения и огромного числа зрителей и ценителей вашего искусства. Ведь любой талант нуждается в том, чтобы его заметили, оценили, окружили вниманием и развивали. Мы ждем вас и желаем каждому участнику найти свою «Формулу успеха». «Формулу успеха» «Формулу успеха» «Формулу успеха» «Формулу успеха» «Формулу успеха» Субтитры создавал DimaTorzok